Руководители вузов и профессиональных учебных заведений, представители промышленной отрасли и члены областного правительства. Такой круг лиц входит в Координационный совет по подготовке квалифицированных кадров. Обсуждение прогноза на 2014-2018 года сразу вызвало дискуссию. Специалисты Департамента экономического развития рассказали о том, что методология еще не разработана на федеральном уровне. В свою очередь, руководитель Департамента экономического развития Николай Болтнев указал на то, что промышленные предприятия не выказывают желание готовить специалистов по целевым программам. Нет сегодня реально, кто бы из промышленных предприятий заключил договора с учебным заведением на то, что они сегодня возьмутся, вот этих студентов, в будущем трудоустроиться на предприятии. К сожалению, вот этого у нас нет. Его поддержала начальник главного управления образования Любовь Бабкова. Сейчас целевая подготовка, достаточно большая ответственность работодателя. То есть он должен сразу за 4 или за 5 лет, с первого курса, уже, так скажем, спрогнозировать рабочее место, где будет студент работать, потому что это есть обязательное условие договора. Специалисты Департамента промышленности заявили о своем мониторинге запросов предприятий в кадрах и работе с вузами по набору студентов. Департамент промышленности вынес на заседание Конституционного совета вопрос подготовки высококвалифицированных кадров в Курганском госуниверситете по направлению машиностроения за счет средств бюджета в рамках обеспечения существующей потребности Курганской области. На совете был поднят вопрос об углубленном изучении предметов, начиная со школы. Так, для поступающих на инженерные специальности, обязательным предметом для сдачи ЕГЭ должна стать физика. Сейчас эти пробелы школьного образования заполняет Курганский госуниверситет. Предоставляем это безвозмездно для школьников, подтягивая определенным образом уровень выпускников до уровня вузовского образования. И планируем еще сделать пропедитические курсы в рамках первого курса для поступивших с недостаточным уровнем знаний по физике и по математике. С недавнего времени вузы включены в список профессиональных учебных заведений, над которыми могут взять шефство отраслевые предприятия. Соответствующие сертификаты получили Кургансемена, ставшие базовым предприятием для сельскохозяйственной академии и Мишкинской юргомышской районной больницы. Они будут тесно взаимодействовать с юргомышским медицинским колледжем. Василий Малухин, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру. Продолжение следует... Продолжение следует...